и найди пожалуйста фотографию ты видела один два три да я нашла ее поцепляю в комнату диагностики есть она здесь хорошо и даю команду диагностики разложи на количество фантомов просмотри на предмет затяжек затемнений сгустков энергии воздействий всевозможных интерференций магических воздействий присадок имплантов и народных объектов все чужеродные не выско операционной энергии проявляются 1 2 3 полностью диагностируешь смотрю что не стопы горят почему горят не могу понять и там знаю что за 100 энергии идет именно стопах так через порт и снова начала смотреть потому что туда притянула взгляд уж так так позвоночник мне подсвечивает подсвечивает знаешь как вот может быть это что-то на физическом уровне смотрим но я посмотрела сейчас в целом картину сзади нее есть фантом фантом при имеет канал со спиной связь со спин со стороны спины он находится и каналом соединен вот со стороны позвоночника к позвоночнику это сущность но сущность больше похоже подземного мира такая темная сущность она возвышается над ней размерами просто это чисто габариты я оцениваю энергии через позвоночник сосет вот поэтому у нее и стопах огонь идет там я так чувствую что он всю всю энергию которая к ней поступает со стороны земли до земного характера он тут же перекрывает и и отсасывает и вот это вот . соприкосновения как вода с землей именно стоп вот они пошли подсвечиваться так сейчас я посмотрю всю на лярв на все зона диагностирует также проявляется все энергии чужеродного но вот есть сгусток негативный он в голове такой темное пятно энергетический сгусток ну в черепной коробке там внутренний линии на лице ты знаешь вот эта сущность она настолько активная чувство что вот она ею полностью руководит а потому что даже я сейчас начинаю что-то просматривать и вот он на меня и воздействует то есть вот и я пытаюсь на чем-то заострить свое внимание да а картина получается размытая что он не берет и воздействие своим вот мой взгляд вводит не дает рассмотреть хорошо хорошо давай тогда сейчас во первых себе поставь защиту усилий сколько тебе нужно процентов энергии в защиту я 300 процентов беру давай 300 процентов защиту пошло один два три хорошо так как считаешь его посадить пентаграмму или просто чтобы время у него замерло давай вот так круг или пентаграмму или круг вычерчивая хорошо давай тогда вычерчиваем круг пентаграмму так есть но сейчас не воздействует выглядит он вот сейчас я смотрела а лучше знаешь как вот ну похож на зомби просто не то что какие-то мохнатые чудовище да вот как мы привыкли смотреть а такой вот зомби оставший вот могу рассмотреть его больший вид такой человеческий ну конечно уродливый герц сколько у него 7 хорошо ладно пусть он там сидит прогноз он сидит а я рассмотрю вам остальные присадки наличия ну тут в районе сердца я вижу какой-то еще чужеродный предмет пытаюсь понять это имплант или это какое-то какое-то воздействие нет выглядит видео такого ножичка с рукояткой как будто бы воткнут в район груди и животе вижу тоже хорошую такую лярву так ну вот все две лярвы голова живот вот эта сущность и ножичек ножичек да хорошо и давай тогда начнем давай начнем с лярвы которая в голове загусток темное пятно но в голове небольшой скажу сразу в тебя гораздо больше на голове небольшой сгусток чему связанную первую причину будем по ленте или здесь информацию считывается уже не отсчитывается информация это не там не объект и но он дело в том что у нее сейчас вообще идет такой период но это не удивительно при наличии сущности конечно а дело в том что она вообще преобладает на низких вибрациях сейчас и и любая любая практически вещь убивают ее из калии сейчас повышенная нервозность а повышенная обидчивость но вот все вот эти общечеловеческие негативные до вибрации они сейчас застарены за эти чувства нее она и очень некомфортно из-за этого потому что ну вот какой-то внутреннее отсутствие гармонии как будто бы вот она на иголках и и кто-то постоянно подначивает поджучивает и не дает ей не расслабиться не помыслить нормально и мысли тоже все вот как у меня когда я начала смотреть ее у меня все началось расплываться я не могла заострить свое внимание ни на чем то же самое происходит у нее в голове сейчас что какие бы она не пыталась там планы построить действия совершить у нее начинается в голове полная мазня я не могу сказать что это конкретно влияние именно это лярва это влияние этой сущности но поскольку мы на лярву про лярву говорим то вот это лярва она сформировалась под воздействием вот такого напряжения когда она психует от того что что-то не может сделать это не программная лярва это приобретенная низко вибрационная энергия просто та которая мешает ей жить но та которую она именно кормит энергией хорошо приходит тогда понимание как ей в следующий раз когда ситуации такие возникают действовать что нужно изменить ну вот мне сейчас сложно сказать потому что на нее ведь еще воздействие производится тут возможно у нее подобные ощущения потому что это как следствие лярва как следствие работы работы сущности ладно хорошо сущность хочет скушать лярву хочет хочет скушать хорошо так давай тогда первое что сделаем с этой сущностью посмотрим когда произошел заход пока не кормили аром пока прибережем и давай по ленте времени тогда посмотрим первопричину лента времени раскручивается назад лента времени раскручивается назад и ты оказываешься в первой причине когда заходит эта сущность когда она появляется зрение четкая картины ясные четкие ты знаешь я вижу больницу как бы но нет учреждения вижу вот вот так а мне сложно в тесте посмотреть очень похоже на роддом что-то вот как будто бы вывеска такая есть так на это так на это стоим на смотришь не пара все зрение чем к ну заход этот случайный произошел то есть это точно не программная я вижу комнату в которой несколько женщин лежит палата все лежат на кроватях вот это время ночное ночь он заходит и начинает ходить по этой комнате вот действительно сейчас картина как из вот какой-нибудь фильмок про живых мертвецов вот что-то подобное похоже он сейчас ходит он приподнимает еще одеяло как бы вот так вот просматривает будто бы присматривается тот кому подойти присосаться вот какая-то светлая отошел от нее она просто пошевелилась алена и он заходит еще смеется так смеется дико и заходит и так почему выбрал именно ее у нее низкие вибрации были ли нет вибрацию нее на тот момент были низкие почему-то вот у многих из из этих женщин вибрации низкие стопа народ вроде бы это не могу точно сказать что это роддом но точно палата что-то что-то ротом крутится что-то с детьми связано а вот здесь я просто считала эту сущность это не конкретно а сущность подземного мира да как то бес вот там дьявол черт это это такая душа и не могу сказать что это не упокоенная душа это вот душа с резко отрицательными вибрациями резко отрицательными энергиями но при этом не упокоенная и цепляющаяся за жизнь а вот то есть он не захотел проходить совет чистилище да то о чем мы говорим когда души проходят определенный этап он просто отказался и бродил причем это довольно старая сущность старая душа это не какой-то свежий не упокоенный товарищ это вот с крайне отрицательные энергии можно сказать столетиями болтающийся вот здесь подвисшая душа то есть человеческая она человеческая она человеческая я считываю но она очень низковибрационная пакостная и совет проходить по многим причинам он не хочет и потому уже вот очень долгие годы он скитается от одного тела к другому просто в поисках физического существования поскольку просто так это не комфортно а получить домик и вжиться гораздо приятнее для него это она уже не первая кого он сменил а вот и и вот подобным образом он существует это не подземный мир так чтобы назвать его однозначно хорошо так заход значит у нас по программе у нее было или нет нет и заход соответственно не санкционированный заход не санкционирован хорошо хорошо так и давай тогда переносимся в момент здесь и сейчас 1 2 3 я здесь так и значит что он в ее жизни как он проявлялся какие это были эмоции какие-то энергии поступки как влиял не во-первых поскольку он не не подземный мир да и не кто-то вот он просто душа которая пытается получить максимум энергии его задача была направлена максимально на откачку энергии жизненной у нее вот поэтому я вижу по каналам по каналам связи с землей больше всего он конечно нацелен потому что он не ушел в космическое пространство а он еще пребывает в матрице земли и ему жизненно необходимая энергия матрицы земли все через стопы через ноги через позвоночник он у нее отсасывает вот эту энергию я конечно не могу сейчас однозначно говорить но возможно это на физическом уровне либо если вы если этого не удалять то может проявиться именно физические недуги связанные с позвоночником с ногами с венами потому что там все вот это вот задействовано прохождение энергии хорошо давай тогда еще скажу что негативное его воздействие поскольку он чужеродный ему необходимо кормиться какими-то жизненными вибрациями энергиями кроме того что чисто физически из нее силы он вытягивает вот то что я говорю вот эти воздействия влияния на нее обстоятельства недовольство все что касается ее астрала ее эмоций жизненных обстоятельств тех ошибок которые она начала совершать в жизни это в большей степени под его воздействием хорошо и давай тогда обратись к ее тонкой копии спроси у нее ну полностью не функционированный был вход она готова тонкой копии забрать все энергии которые ей принадлежат и вернуть все энергии которые он забрал не светлые реверс энергии сейчас сделать будем тонкая копия готова на это да готова хорошо и давай тогда я сейчас посчитаю единицы до трех и тонкая копия пусть возвращает все темные энергии которые получила от этого товарища обратно ему один-два-три ну идёт реверс энергии действительно вытянула он из нее достаточно пусть реверс энергии возвращается энергия светлая которую он забрал и она возвращает темную по каналу сколько там идет ну хорошо вот она сейчас осветляется потому что из нее выходит темная энергия вот и по каналу через позвоночник идет к нему а она вот противовесно выполняется светом вот той жизненной энергии которой ей не хватало которая была похищена достаточно все все вернул энергию отлично хорошо мы можем вызвать выше я этого товарища у него же есть выше я нет я не могу на его уровень и не подняться ничего у меня просто блок стоит это видим что то сделали с ним что ну ладно хотел его на его ну придется тогда его просто удалить хорошо откроем портал портал как не упокоенному и пусть он уходит в этот портал как все не упокоенные души уходят потому что он же не проходил ничего не чистилище ничего пусть проходит в свой портал в котором он дальше пойдет ну хорошо давай тогда спроси него он готов в портал сейчас энергию мы не хотим его но выталкивать энергетическим ударом предлагаем ему лучше в портал самому идти вначале он говорит я устал но я боюсь хорошо ну передай ему информацию как дальше пройдет то есть это просто этап его развития до ситуация сложная мы понимаем на что но были сделаны ошибки но ошибки они на то и нужны чтобы набираться опыта чтобы становиться преодолевать их да возможно придется не просто но это не самые худшие случаи и ситуации намного хуже чем у вас ну поэтому все-таки советую собраться с духом энергию уже не брать ни у кого потому что это путь только вниз если вы все-таки хотите вверх то вот вперед портал он говорит ты не понимаешь меня вниз все равно заберут внизу отработаете потом посмотрим как ваш ситуация развернется ну в любом случае вам надо покидать это тело этот домик это в любом случае мы вам можем портал лишь открыть больше ничего не сможем вам помочь вы и так не функционировано вошли либо сейчас просто сами уйдете либо мы вас уйдем к сожалению так да я все передала причем не ты знаешь чисто энергетически так тяжело сейчас вот он уже подключается ко мне и начинает там вот эти вот воздействие истерики свои в общем я так как могу защищаюсь из последнего что он сказал что дайте мне портал не на грубо говоря не на чистилище да не не на портал вот этого цвета куда-то в другое пространство где я буду но он не готов ни вверх ни вниз идти вот чтобы ему от нее уйти ему нужно открыть портал просто грубо говоря параллельный какой-нибудь где он там будет жить дальше как он хочет ну мы можем такой портал открыть я сейчас прошу чего он хочет где он хотел бы быть он не показал сейчас портал то есть понимаешь да мир и они все параллельны с прошлым там все хочет мне показывает на какой-то средневековье портал и когда еще значит эти вот какие-то войны кровавые сражения вот эти дикие на конях вот с этими какие-то с рогами вот эти вот шлем что ли почему он туда хочет пусть давай откроем хорошо давай открывай тогда портал в это измерение в это время и пусть уходят безвозвратно путь назад забыть один два три засасывать все его воронкой в этот портал но он ушел туда да хорошо все портал закрыт безвозвратно хорошо так хорошо так давай тогда вот эту лярву которую мы уже разобрались в голове давай тоже ее восковь инструментом берешь для удаления тоже готовь портал воронку и начинаешь работать по удалению лярвы есть я работаю такая жиденькая она не тяжелая субстанция этого легко удаляется есть хорошо так кто нас животе да осталось еще на животе более тяжелая лярва она просто более объемная более старая так давай рассчитываешь первосвязи но это нас где за рождение то всего у нее указывает мне школьный возраст так то есть появление то лярва конкретно это еще школьный возраст причем школа где-то средняя наш где-то так 6 7 класс это обстоятельства непринятия у 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 конфликт одноклассники понять не могу значит какой-то клубок вот она показывает виде клубка и школьная показывает за такой клубок когда бывает все на 1 кругом дерутся играет не знаю вот идите вот друг на друга валятся не такая же картинка почему-то но я не могу понять то есть это картинка реально из прошлого либо это такая аллегория то есть понять но в любом случае это за рождение вот если считывать вибрации этой лярвы на каких вибрациях она зародилась это то это идет неуверенность неуверенность очень сильно какой-то какая-то какой-то страх превосновы является страх и дальше пошли неуверенность обида и невозможность справиться внутри себя вот с учетом своих мозгов вот опыта который есть вот с этой ситуацией но это конфликт который как вот мне представляется это конфликта друзей либо одноклассников вот на то что у нее почему-то очень сильно легло вот на ее и операции но касалось первостепенно вот отсюда у нее отсюда у нее дальше вот она про обстоятельства это пережила все но идет по жизни по жизни она боится людей в каком плане не доверяет окончательно и от людей но не то чтобы ждет подвоха да а не доверяет им знаю за закрыто закрытой себя не открывает и к себе старается слишком вот так вот не подпустить потому что кругля что потом не было больно вот так вот идет вот это все я зацепилась это с того времени хорошо эта ситуация до которой она проходила это по программе не было да но это программная да но я лярва сама нет лярва не папа не по программе лярва это уже энергетическое следствие вот этих эмоций до меру это сама сделала это всего не входило нет нет ли рвана сама создала ярво к ней не подходила никем не передавалась хорошо то есть эта программа уже достаточно давно так хорошо давай посмотрим тогда в моменте здесь и сейчас да ты моменте сейчас вот эти все энергии да вот этот урок она прошла что и сделать чтобы но не повторялась такие ситуации такие ситуации как ей новый подход какой выработать вот здесь нужно первую очередь знать что она хозяйка своего настроения своего своей жизни своих эмоций и никто не может она никому не может позволить портить свое настроение либо влиять на себя так же как она если она не хочет она же не отдаст свою вещь никому точно так же она не должна позволять другим людям и обстоятельствам влиять на ее настроение на ее мироощущение на ее самочувствие и если возникает какое-либо событие которое внушает ей страх страх того что публичности допустим да либо принятие близко кого кого-то человека чтобы потом не разочароваться ну и важно во первых выстраивать энергетическую вибрационную защиту вокруг себя но это чисто навык это навык это это тренировки это знания которые ей нужно получить приобретать потому что тем самым она обезопасит себя от влияния от воздействия когда она будет намеренно даже в самую тяжелую самым энергетически сложной ситуацией намеренно повышать свои вибрации и уходить от любых негативных мыслей энергий в позитив это уже будет обрубать все негативные связи и воздействия она производится не будет это чисто техническая сторона которой нужно научиться я уже не говорю о том что нужно анализировать все и перестать бояться потому что кроме смерти страха смерти все остальные страхи это иллюзия вот и они не имеют под собой никакой почвы поэтому для того чтобы быть свободной нужно знать что она вправе себя защищать и она может это делать при любой ситуации хорошо хорошо так можем до удалить тогда эту лярву да мы можем хорошо тогда берешь высокую аберрационный инструмент для удаления лярвы воронка против часовой стрелки портал и работаешь по удалению лярвы я удаляю поскольку она то внешняя и довольно плотно удаление не так быстро происходит как с предыдущей есть хорошо и в портал безвозвратно да я удалил хорошо отлично так у нас осталось сердце до ножичек с рукояткой да вот здесь нужно посмотреть что это хорошо посчитать единица 3 и проявляться все ответственные 1 2 3 ты знаешь тоже приходит время молодости такой юности но здесь уже не школьный возраст старше я вижу парня рядом с ней канал к идет к парню от этого ножичка но это его рук дело вот этого парня вот этот ножичек в сердце это знаешь что это не приворот нет это такое ощущение что это его очень сильная обида и месть подобная подобного рода на нее он по воздействию на жизнь так вот но оказал воздействие оказал оказал нее личной жизни сложно именно внутреннее состояние и и но это очень сильная его обида сейчас я попробую будет забирать может быть сам говорит я не хотел нарушить ее жизнь это было просто эмоциональная решение на тот момент но я не отдавал себе отчета что это будет подобным образом воздействовать по программе не такая ситуация была нет даже не по программу это программа парня это был его урок который он не прошел сожалению но по молодости по незнанию а из-за определенных эмоций он не смог на тот момент оценить вообще масштаба происходящего да и суть происходящего не понимал но это исключительно его урок алена к этому уроку имела отношение только как вот пособие понимаешь но поскольку вот сейчас он свой урок не прошел ему он заберет сейчас это все это все изымается на него наложится к сожалению еще дополнительный отпечаток за то что он не только не прошел урок на экзамен не сдал и завалил все поэтому ну тут уж так хорошо тогда пусть снимает все забирает энергия канал тоже отлично или мы будем нет он вытащил свой ножичек сейчас канала между ними нет он сам отрезал так вот хорошо и пусть безвозвратно все энергии уходит навсегда есть хорошо все парню портал на его частоте да да он хорошо так еще раз посмотри все теперь что-то оставили осталось еще сейчас посмотрю внимательно а давай попробуем ее светом заполнить вот внутренним светом который сердечной чакры а если свет что-то не заполнит я буду видеть мне проще будет посмотреть а это так хорошо и посчитает единицы до трех и внутренний свет сердечной чакры осветит изнутри один два три ну вот свет пошел хорошо изнутри единственное что вот на горловой чакре да да есть но здесь я не сказала бы что это какая-то присадка там есть застой сама чакра мы когда сейчас будем энергиями продувать она наверно продается вот у нее на горловой чакре есть застой причину почему застой образовался но я ее перекрыли это просто там нет там нет сгустка там нет импланта чужеродного объекта лярвы сама чакра плохо работает потому что как вот она энергетически перекрыта забита но закрыли ее это наш подавление воли обстоятельства когда она вынуждена была подчиняться подчиняться если никуда от этих обстоятельств не ушла все по программе до урок это да это урок так что сделать как поменять свои отношения чтобы не повторить дальнейшем здесь ты понимаешь вот все дуально на двух сторонах находится с одной стороны в любой ситуации она должна проявлять свою свободную волю если она чего-то не хочет никто не может заставить ее сделать это она должна до конца это понимать что как только она будет наступать себе на горло у нее будет формироваться негативные сгустки она будет отрезать себе дорогу с другой стороны то что мы называем компромиссом исключительно на этой стороне пребывать нельзя потому что мне сложно просмотреть ее жизнь сейчас и ее отношения и ее взаимодействия но есть такие обстоятельства которые учат чему-то для того чтобы она чего-то отказалась то есть здесь нужно просматривать свою жизнь к своей жизни вообще нужно очень внимательно очень чутко относиться и к обстоятельствам к событиям своей жизни тоже нужно очень внимательно относиться нужно каждый раз анализировать нужно анализировать не только обстоятельства нужно анализировать участников этих обстоятельств кто как и почему просматривать вот это может сделать исключительно она сама поскольку она она хозяйка своей жизни своей судьбы своего поля внешнего внутреннего при хорошем контакте с высшим я при хорошем контакте с наставником ей будет конечно проще это сделать тогда когда человек пребывает в сомнении о том как поступить что сказать какой выбор сделать вот именно в этих обстоятельствах очень помогает наставник и высшее я но это тоже работа этому нужно учиться я конечно очень советую обвести этот контакт потому что в жизни он очень поможет согласен хорошо до причины понятную что на что обратить внимание инструменты тоже если надо работать хорошо так но это мы тогда при продувки при закачке сделаем все да 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 остальное все чисто не хорошо так и давай тогда приступим к закачке энергии и повышение вибрации посмотри пожалуйста сколько энергии нужно какого цвета не 300 процентов идет с ней 300 процентов она пишут вот горловую чакру там идет 390 вот поэтому давай так фиолетовый синий в общем все кроме голубого по 300 а голубой у нас пойдет 390 хорошо и я бы что единственно трех и 300 процентов всех цветов радуги входят в ее биополе в ее энергии в чакры и 390 голубого вишутку горловую чакру 1 2 3 пошла энергия да идет энергия наполняет ее распределяется сейчас биополе выравнивается все тела они становятся более плотные а я вижу что энергия хорошо пошла через вишутку то есть никаких там уже нет застоев проходит сейчас свободно также вот циркуляция самой энергии идет по всему ее поле по всем телам гармонично вот первоначально я видела у нее а стопы горели ну потому что там был в порт через который откачивалась энергия вот сейчас там все 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 проходит абсолютно нормально и и биополе функционирует хорошо достаточно энергии все достаточно закачались а хорошо стоп и вибрации до скольких герц поднимаем 26 и хорошо будет сейчас хорошо и вибрации поднимаем на 26 герца 1 2 3 пошли вибрации есть и синхронизирует энергии вибрации до синхронизировала так и давай выставим и защиту сколько и процентов энергии защиту 200 200 250 давай 250 защиты белый фиолетовый хорошо и весь процентов белого и фиолетового пошло защиту 1 2 3 наполняется на энергии вот так создает защитный кокон вокруг нее уплотняется белым цветом достаточно хорошо стоп все да все тогда все у нас сейчас хорошего защита все есть отлично хорошо и тогда возвращаем и и обратно в тело есть я поставила хорошо